Это город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о том, кому же мы доверим будущее страны и города. В этом году уже в десятый раз прошел международный молодежный форум «Байкал». И участниками его стали более 550 молодых людей из разных концов страны. Это будущие ученые, политики, руководители, бизнесмены. Причем не только из нашей страны, но и из зарубежья. И вот участником этого форума стал Артем Сергеев, аспирант кафедры общей гигиены Самарского медного университета. Артем, сегодня у нас в студии. Добрый день. Добрый день, Инесса. Прежде всего, наверное, в истории вообще каким образом, Артем, вы попали, стали участниками форума? Ну, каждый год в Российской Федерации проводится большое количество форумов. Во всех федеральных округах есть свои тематические форумы. Например, в Приволжском федеральном округе этим форумом является форум ИВЛГД. А в Сибирском федеральном округе таким форумом является форум Байкал. В этом году он уже проходит, прошел уже в десятый раз и собрал, как вы правильно отметили, более 500 представителей со всех регионов Российской Федерации и представителей из ближайшего нашего сибирско-восточного зарубежья, так скажем. Это была большая делегация из Монголии, большая делегация из Китайской Народной Республики. Вообще форумные компании, как таковые, с каждым годом все более приобретают такой очень востребованный характер среди молодежи. И вся активно мыслящая, активно ведущая образ жизни молодежь участвует в как можно большего количества форумов, дабы расширить свой кругозор, расширить круг своего общения, понять вообще, насколько актуальны и перспективны те идеи, которые они пытаются воплотить в жизнь себя в регионах, услышать и узнать о том, что делать в других регионах. И вот, если вы помните, все это дело начиналось с форума Селигер, который до 2014 года существовал, потом поменялась идеология в какой-то степени, и появились другие форумы. У нас два больших федеральных форума проходят, это территория Смыслов на Клязьме Владимирской области и Таврида в Крыму. Ну и федерального круга тоже получили полномочия проведения различного рода федеральных площадках на межрегиональных форумах. И вот теперь молодежь любого региона может, активная молодежь, реализовать свой потенциал, приняв участие в понравившемся направлении, понравившейся форума. Ну не любой, наверное, все-таки Артем. Активный, активный, достойный, с идеями и желанием развиваться и двигаться вперед. А кто все-таки определяет, что человек достоин? Ну, на каждом... В вашем конкретном случае как это случилось? В моем конкретном случае это случилось очень, на самом деле, неожиданно. Когда начинается форумная кампания, начинается задолго до момента проведения форума, это после Нового года, где-то февраль, март месяц, когда открываются сайты для подачи заявок на эти форумы, да, и появляется ассортимент выбора, а куда ты можешь поехать, например, в этом году, на какой форум. Ну и вот этой весной я в очередной раз, посмотрев варианты, увидел... То есть первичным было желание? Желание, конечно, желание, да. То есть я видел те традиционные форумы, на которых я уже бывал неоднократно, и увидел вот те волшебные несколько слов, одним из которых было «Байкал». Не буду скрывать то, что очень давно мечтал побывать в этом прекрасном месте. Как и, наверное, каждый россиянин. Каждый россиянин, да. И тут я подумал, почему бы не попытаться это сделать хотя бы вот через форум. И я подал заявку, оформил заявку отдельно на грант, полностью анкету, портфолио. Ну и как бы забыл благополучно про это, ну потому что времени было до форума достаточно много, были текущие дела какие-то. И тут внезапно в конце мая, в начале июня со мной связались с форумом и сказали о том, что моя заявка одобрена, и я прохожу очный этап участия в этом форуме. Я был очень рад тому, что удалось пройти этот отбор. От Самарской области прошло всего два человека. И я начал думать, как же не туда попасть. В этом смысле хотелось бы выразить огромную благодарность руководству Самарского государственного медицинского университета, лица ректора Академии Геннадия Троевича Котельникова, первого проректора Юрия Владимировича Щукина, проектора по научно-инвестиционной работе Игоря Ильинича Давыдкина, за то, что они поспособствовали моему командированию на этот форум. И когда я вот купил билеты уже, я до сих пор не верил в то, что я наконец-таки полечу на Байкал. Ну вот я оказался там, и очень много впечатлений и ощущений переполняли меня, потому что, пролетев 8 часов в самолете, проснуться на другом конце света, можно сказать, в совершенно других климатических условиях, в совершенно других географических условиях. Когда я вышел из аэропорта, встретил такой очень освежающий, прохладный ветер, который не сравнится с тем, что мы испытываем здесь. Это Сибирский федеральный округ, это тайга, это степи, это резкоконтинентальный климат, где зимой под минус 40, это чувствуешь каждое клетчика своего тела, и летом в жару плюс 40 ты чувствуешь просто вот везде и всюду. Ну, плюс 40-то это надо прямо, чтобы очень посчастливилось, чтобы попасть туда. Артем, ну, по поводу прохладного ветра мы здесь, его этим летом тоже не в дефиците. Но, тем не менее, при всех впечатлениях, о красотах мы, может быть, еще Байкала поговорим, полетели-то вы туда не с туристической целью, а с целью достаточно конкретной. Вот, насколько мне известно, в этом году основной темой форума стала экология и охрана водных ресурсов, да? Вот, наверное, экология Байкала, о ней, на самом деле, уже много лет мы говорим, 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 мало кто видит, поскольку лететь далеко. Что на сегодняшний день с Байкалом происходит в плане экологии? Как вы правильно заметили, именно экология стала ключевой темой всего форума. И неспроста, потому что в 2016 году Владимир Владимирович Путин, наш президент, объявил 2017 год годом экологии. И где, как ни на Байкале, говорить об экологии? Это настояние России, это жемчужина России во всех смыслах этого слова. Это тот подарок судьбы, который нам преподнесла история. То достояние, которое мы должны хранить, оберегать. И которое, видимо, не очень хранимо оберегаем, да? К сожалению, в последние годы, да и вообще во времена существования Советского Союза, проблеме экологии Байкала всегда уделялось большое внимание, да? Но, тем не менее, та промышленная, хозяйственная деятельность, которая велась в том районе, например, на озере Байкала очень много лет работал солиозный бумажный комбинат, который наносил значительный вред, наносил значительный вред экологии озера Байкала, да? Ну, к счастью, его закрыли несколько лет назад, и больше таких, такого масштаба загрязняющих объектов на территории и около озера Байкала теперь нет. То есть вообще все хорошо теперь, все, с экологией ничего не случилось? Нет. Безусловно, не так. Очень множество факторов существует, которые влияют на ту экосистему, которая сформировалась там много тысяч лет. В том числе, в первую очередь, конечно же, хозяйственная деятельность человека. Не будем забывать про то, что Байкал, это помимо того, что это является нашим национальным состоянием и объектом особой охраны, да, это объект повышенного внимания со стороны туристов. Это туристический объект. И то количество туристов, которые в последние годы туда приезжают, оно превышает вообще все мыслимые, немыслимые пределы, которые были до этого, да. То есть помимо наших российских туристов, которых, кстати, сказать... Их, наверное, как раз в большинстве. Их не так уж и много, да. Наблюдается большое количество иностранцев, причем иностранцев не в привычном для нас понимании, как мы привыкли, приезжая на курорты в Египет, в Турцию и в другие страны, это в основном европейцы, то там это в основном представители Китайской Народной Республики. И причем в количественном соотношении их абсолютное большинство. К сожалению, менталитет во многом отличается от нашего. И поведение оставляет желать лучшего, так как после их визитов остается большое количество мусора, который приходится убирать местным жителям. Ну и существует еще множество других источников загрязнения озера Байкала. И промысловая деятельность человека в этом озере, она оставляет очень существенный отпечаток. Не только в плане снижения популяции определенных видов рыб. Всем нам известного омуля, да, сейчас стало критически мало. Настолько мало, что с 2018 года вводится полный запрет на вылов этого вида рыбы. Вы меня, честно говоря, удивили, потому что мне, наверное, как и большинство людей, казалось, что, собственно, запасы безграничны и ничего страшного с огромным водоемом не произойдет. Несмотря на свои исполинские размеры, озером назвать вообще очень сложно. Я, находясь на берегах этого озера, не мог поверить, что это озеро, потому что я не видел ни конца и края, я видел острова, я видел леса, я видел озера на острове внутри озера. Вот как-то так. То есть это даже сложно представить себе. Наверное, да, сложно описать и еще сложнее представить. Но, несмотря на все свои величественности и неохватность, нет границ человеческой алчности, жадности и желанию получить выгоду везде, всюду, любым способом. И так уж сложилось, что те масштабы вылова сиговых рыб, омуля в первую очередь, они стали настолько колоссальны, что популяция настолько обмельчала, что сейчас приходится ездить за добычу омуля на самый крайний север, где он еще присутствует. И самое удивительное на самом деле было, знаете, что, когда мы общались с местными жителями, спрашивали, ну вы, наверное, здесь зарабатываете на вылове рыбы. На что они, усмехнувшись, сказали, да мы здесь вообще не рыбачим, здесь ловить нечего. Я удивился и спросил, а по какой причине они говорят о том, что все уже давно выловили, там на острове Ольхон, это остров, находящийся внутри самого Байкала. Да, самый большой остров, да. Он в протяженности имеет 64 километра, и там находится несколько населенных пунктов. Вот на одном из них мы были, это называется Хужир. И мы спрашивали, ну а почему рыбы-то мало? Ну, нам ответили, что развилось большое количество нерпы. Это тоже краснокнижные животные. Очень красивые животные. Да, животные, которые тоже очень хорошо сейчас располодились. То есть Ольх съела все-таки нерпа? Она не то, что его съела, она ест очень много различных видов рыб, но за счет его увеличения популяции нерпы, вся рыба, она как бы находится постоянно в страхе, так скажем, да, ее постоянно распугивают, и из-за этого ее практически сейчас очень сложно поймать. Что касается, опять же, вопросов Омуля, да, то местные жители, они его уже просто не вылавливают. То есть это стало настолько редким, что многие статьи доходов, которые они раньше получали, за счет чего они жили, они просто ушли. И неизвестно, что будет с введением запрета в 2018 году, но в любом случае это отразится на местных жителях, которые так или иначе зарабатывали на этом. Но в то же время это положительным образом скажется на восстановление популяции Омуля, хотя бы на такой кратковременный период, пятилетний период, который выделен на это. Да это Бог, хочется сказать, конечно же. То есть Омуль, как визитная карточка Байкала, пока, в общем-то, уходит в тень. Артем, вот все, о чем мы сейчас говорим, о нанесении урона экологии водным ресурсам, это, в общем-то, наверное, в равной мере присуще и Самарской области. Это не что-то такое сверхъестественное, чего у нас нет, а там есть. Я хочу вернуться к самому форуму, конкретно к вашему участию. Насколько мне известно, вы защищали там свой проект. И, не знаю, правильно или нет, но мы слышали, что для того, чтобы ваш проект понравился экспертной комиссии, нужно было убедить их в том, что он хорош буквально за три минуты. Что это было за проект и как его защищали? Да, абсолютно верно. В рамках этого форума проходил молодежный конкурс проектов. Это всероссийский конкурс, который организуется ежегодно в Федеральном агентстве по делам молодежи, в рамках которого могут, на счастье, любой молодой человек и представить свой проект, дабы получить финансированный его реализацию. В рамках форума «Байкал» разыгрывалось 11 таких грантов, 11 таких грантов, которые выделялись на реализацию проектов социально значимых, инновационно направленных, каких-то бизнес-проектов. К слову говоря, в рамках самого форума было разделение на направления. Я принимал участие в направлениях «Молодые ученые» в сфере экологии, окружающей среды, охраны окружающей среды. И, как правило, в приоритете были проекты, направленные как раз-таки на охрану озера Байкала, то есть связанные с охраной водных ресурсов конкретно. Проект, в котором туда ездил я, он был направлен немножко в другую сторону, но не менее важную, это охрана окружающей среды с точки зрения оценки влияния атмосферного воздуха на здоровье человека. И в этом смысле несколько выделялся на общем фоне. Действительно, как вы правильно заметили, на защиту проекта давалось всего 3 минуты. И за эти 3 минуты нужно было уложить всю суть и убедить членов экспертной комиссии в том, что это действительно актуальный, социально значимый проект, который в последующем, в конкретном, для каждого жителя того региона, в котором ты представляешь, принесет какую-то пользу. Проект, в котором туда ездил я, он называется «Разработка программы по оценке аэрогенного риска здоровью населения». Суть проекта заключается в том, чтобы разработать такую программу, которая позволила бы в автоматическом режиме рассчитывать реальные уровни опасности для населения под воздействием определенных вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе городской среды. Ну, не будем забывать о том, что большой вклад в заболеваемость и конкретное влияние на наше здоровье вносит окружающая среда и в большей степени атмосферный воздух окружающей среды. Как всем известно, в эпоху индустриализации, в эпоху, когда с повышением качества жизни населения и достатка населения увеличивается количество автомобильного транспорта, когда промышленные предприятия должным образом, несмотря на все предупреждающие меры, выбрасывают в атмосферный воздух куда большее количество вредных веществ, чем это позволено, город Самара в этом смысле не исключение. Город Самара крупный промышленный город с развитой нефтехимической, металлургической промышленностью, аэрокосмической промышленностью. Просто не исключение или все-таки совсем неблагополучно у нас с воздухом? Вы знаете, несмотря на то, что мы промышленный город и на протяжении всего периода существования Советского Союза на первом месте по количеству выбросов атмосферный воздух преобладали именно загрязнения, которые были получены от предприятий, у которых у нас было более полутора тысяч, то сейчас, когда большая часть их закрыта, на первое место вышел автомобильный транспорт. Автомобиль. В общей доле составляет более 70% сейчас. И количество вредных веществ, которые ежедневно выбрасываются в атмосферу, оно, безусловно, тем или иным способом попадает в организм человека, так или иначе, и вызывает определенные реакции, в том числе и пагубное воздействие, как таковое, вызывая различного рода патологии различных систем и в целом формируя высокий риск заболеваемости, экологически обусловленной заболеваемости населения. Итак, если я правильно поняла, цель его проекта – определить эти риски для того, чтобы с ними активно бороться. Ну, я бы сказал так. То есть дать возможность жителям честно знать о том, чем они дышат, и каким образом это может сказаться на их здоровье, на самом деле. Чтобы они понимали, что вдыхая субъективно по ощущениям вроде бы как прозрачный воздух, вроде бы как не вызывающий определенного отвращения, воздух, он не является от этого безвредным. Ну, хорошо, Артем. А после того, как мы узнаем о том, что мы дышим фактически ядом, у нас начинается паника. Что вообще, какие позитивные исходы? Да нет, на самом деле, одной из форм профилактики заболеваний, связанных с влиянием факторов окружающей среды, является именно такая пропаганда знаний о том, что эти факторы, в принципе, влияют на тебя, о том, что болезнь – это необязательно, ну, к примеру, там, привычные для нас инфекционные какие-то заболевания, да, ОРВИ, ОРЗ, грипп и так далее, да, и они вызываются не только инфекционным путем, да, и то, что, например, ну, для нас более привычный, например, перелом руки, да, тоже, который объективно, ну, виден, да, он лечится хирургическим путем, там, заболевания определенные, да, но это не значит ни в коем случае то, что привычным для нас в виде факторы окружающей среды, в виде воздуха, в первую очередь, воды, почвы, а также факторы образа жизни, к которым относится наше питание, они вносят куда больший вклад в нашу заболеваемость населения не только в Самарской области, а вообще в целом. И неправильным, я считаю, совершенно неправильным уделять этому меньше внимания, чем всему остальному, потому что по классификации Всемирной организации здравоохранения до 20% всех заболеваний экологически обусловлены. Ну, хорошо, конечно, продукты мы можем для себя и воду выбрать, а воздух, к сожалению, вот какой он есть, таким мы и будем дышать. Артем, возвращаясь к защите проекта, то есть за три минуты вам все-таки удалось убедить экспертов, что проект хорош и грант вы получили, правильно? Да, абсолютно верно. Но единственное, что поправка небольшая. Экспертная комиссия пока рекомендует к получению гранта, а уже осенью специальная дополнительная комиссия будет дополнительно рассматривать все эти проекты в Москве в Федеральном агентстве по делам молодежи и утверждать эти проекты. То есть не все так просто? Да, ну то есть это нормальная система, она существует абсолютно везде и всегда. То есть это двухступенчатая система, поэтому... Но, как правило, в большей своей части проекты одобряются. И не знаю, как вы насчет суеверий, все-таки дело будущего, но тем не менее, если экспертная комиссия одобрит, чем это хорошо для нас, жителей Самарской области, что произойдет дальше? Смотрите, мы планируем разработать вот эту вот программу, которая в том числе будет пригодна для работы различных надзорных органов. В первую очередь Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в аспекте работы отдела санитарно-генического, социально-генического мониторинга, да, и Федеральная служба гидрометеорологии, которая находится в том числе в городе Самара. А также Центр геноэпидемиологии для упрощения работы с точки зрения оценки рисков здоровью населения крупного промышленного города и автоматизации этой работы. Что же касается для обычных жителей, то планируется разработка специального приложения с привязкой, с территориальной привязкой, то есть любой житель, находясь в каком-то месте в городе, сможет, введя определенные данные, получить информацию об уровне загрязнения, о уровне риска здоровью при воздействии тех или иных химических веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе того или иного района. Артем, я в начале программы сказала, что мы хотели бы сегодня поговорить о том, кому мы доверим будущее страны и города. Надо ли его доверить, или нужно эту ответственность взять? Какая ваша позиция? Вы знаете, я в этом смысле рассуждаю очень просто. Потому что всему свое время и есть такие естественные процессы сменяемости, в результате которых на смену поколению взрослому приходит поколение молодое. И, безусловно, те люди, которые сейчас в молодежной сфере проявляют в наибольшей степени активную позицию, они имеют больше шансов на успех с точки зрения становления в профессиональном плане, в том числе. Особенно это касается людей, которые так или иначе видят свою жизнь в будущем не только в рамках своей узкопрофессиональной деятельности, но еще и в рамках улучшения в целом состояния, уровня жизни населения конкретного региона, в котором они находятся. Люди, которые уже сейчас несут ответственность за свои коллективы, которые они возглавляют, молодежные организации, объединения, различного рода другие структуры. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, то молодое поколение, которое сейчас проявляет в большей степени свою гражданскую позицию и активным образом воздействует на политику внутри региона. Она очень полезная молодежь, и от этой молодежи зависит в целом будущее нашего региона, Самарской области. Не только в руках политиков будущее нашего региона, считает наш сегодняшний гость, Артем Сергеев, аспирант кафедры общей гигиены Самарского медицинского университета. Артем, ну, мы, наверное, вместе со зрителями пожелаем вам успехов в работе, поскольку от ее результатов зависит наше здоровье. Ну, и, может быть, на прощание просто что-то... Да. Ну, хотелось бы сказать о том, что сказал уже давным-давно один из наших великих ученых-врачей, о том, что... Николай Иванович Пирогов его зовут. Он сказал о том, что будущее принадлежит медицине профилактической. Поэтому соблюдайте правила здорового образа жизни, да, следите за своим здоровьем и будьте здоровы. На этом мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо, Артем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова